Зло Зло имеет источник Россия помогла Хамас и подержала им надо, чтобы дальше чтобы не было рядом кто-то, который живет по-другому где жизнь может быть лучше это страшно то, что произошло страшно что могли бы так как зайти в Израиль, никто не поверил такое может быть и до сих пор никто не может ответить Израиль сильная страна когда я говорю сильная, я не имею ввиду только армию я имею ввиду, что дух мы не можем оставлять и показать слабость сейчас это вопрос, который надо заканчивать это раз навсегда Приветствую всех, кто смотрит телеканал Фридом меня зовут Сакен Аймурзаев, это проект Люди Доброй Воли гости этой программы, где и как могут поддерживать Украину в ее героической борьбе против российской агрессии и сегодня представляю вам нашего гостя это иудейский религиозный деятель глава объединения иудейских общин Украины известный Равин Яков Довблайх Равин Яков Довблайх глава объединения иудейских религиозных организаций Украины Родился в Нью-Йорке в 1964 году богословское образование получил в Ешивах США и Израиля выпускник Гарвардской бизнес-школы жил в Украине более 30 лет семьей занимался возрождением традиций иудейской религии инициировал создание духовных заведений и стал их куратором член наблюдательного совета центра Холокоста Бабияр является членом исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса и всеукраинского совета церквей один из самых влиятельных и известных лоббистов Украины в мире приветствую вас Рэба здравствуйте долгий у нас будет разговор и все про войну про эту страшную атаку террористов и то как мир это воспринимает но первый вопрос я хотел вам задать когда вы родились ребенок на Бруклине маленький Яков когда вы в первый раз узнали о том что палестинские террористы хотят уничтожить ваш народ и вашу страну наверное мне уже было тогда 10-11 лет когда мне потому что я помню хорошо война которая началась в Юмкипур в 73 году я помню но до того я я не помню этих вещей то что они хотели хотя может быть я слышал но я не помню и какое это было первое впечатление тогда был страх за свою страну за свой народ как это вы переживали будучи в Америке ну конечно мы проживали очень сильно знаете что еврейская община по всему миру она очень очень связана они очень очень проживают друг за другом в наших традициях всегда еще 100 и больше лет назад даже 200 лет назад евреи диаспора всегда проживали за еврея в Израиле собрали деньги в диаспору им отправляли деньги для того чтобы они могли там существовать потому что это не было легко но тем не менее сейчас когда вот это все началось ваше чувство чувство ваших собратьев которые рядом с вами эта тревога и вы уверены были что все равно Израиль успокоит этого зверя какие ваши первые были чувства седьмого числа в большой праздник кстати для евреев я был в тот день в Израиле и мы в этот праздник собрали иммигрантов из Украины мы были вместо на праздник мы это сделали на еврейский Новый год на Рожа Шана и опять повторили это в Симхату Рашвине Ацерп в этой празднике мы собрали несколько сотней евреев из Украины и были мы в гостинице которая неделоко от города Бечемеш это где-то 30 минут 35 минут от Иерусалим и там провели праздник и утром нас разбудили сказали что надо спускаться в бомбоубежище потому что началась война так как они нам говорили война началась и тяжело было понять кто воюет сегодня против Израиля понимаете потому что обычно говорят война это страна против страны но и мы же не используем телефоны в этот день это праздник и было конечно страшно это должен быть очень веселый праздник но мы ничего не знали до вечера когда уже закончился праздник и тогда они включили уже все и телефоны и смотрели в новостях и тогда конечно жахливо как сказать очень страшно но вы знаете что Израиль сильная страна когда я говорю сильная я не имею ввиду только армию я имею ввиду что дух вы видели наверное и все видели как только это случилось люди израильтяне начали приезжать со всего мира вернуться в Израиль никто не убежал из Израиля все вернулись в Израиль чтобы воевать уехали все которые были на празднике должны были домой уехать в течение недели потому что и рейсов очень много отменили поэтому было такое чувство что вот уезжает людей но в основном то что было в новостях это так как солдаты все вернулись обратно в Израиль чтобы воевать и этот дух который есть это конечно очень очень сильно вы видели что-то общее в отношении израильтян к происходящему и украинцев когда вы тоже застали войну в Украине и многие евреи которые там я так понимаю были с вами в общине на Симхат Тора это люди которые были в Украине в начале войны то есть они видели это второй раз в жизни за последние там два года да что бы общего вы могли назвать чем похожи реакции израильского и украинского народов мои дети моя жена очень очень испугалась от этого всего было страшно в самом деле я почему-то у меня было чувство такое и жена моя смотрит на меня и спрашивает я не понимаю что ты не боишься я был намного более спокойным я ее говорил что эти чувства я уже чувствую 20 месяцев знаете что мне чувство было очень сильное чувство деживу повторение происходящего понимаете это это уже мы уже прошли вот это мы проходим это каждый день очень много похожего было вот эти убийства изнасилования украли детей украли люди это страшно потому что для Израиля еврейского народа такого не было так чтобы просто так заехали террористы и так столько убывали но в самом деле надо сказать правду что это происходит в Украине каждый день и украли детей в России и убывают и уничтожают и поджигают и гражданские и военные безразличные понимаете и дети и взрослые падают вот эти бомбы на гражданских с самого начала они их куда они их стреляют на гражданских объектах очень-очень много похожих а после того что мы узнавали что и Россия помогло Хамас и подержало и после того что мы увидели как на российские телебачения на телевизии как они просто праздновали вот то что происходило в Израиле это было как праздник у них уже понятно что зло имеет источник и вот этот источник мы понимаем что есть Иран и Россия есть Россия и Иран то есть они и типа как одного друг друга помогает это источник и зло сводит в этот мир они воюют и против Украины потому что Украина хотела иметь демократические свободные жизни и они поддерживают Хамас потому что Хамас терроризирует Израиль потому что Израиль живет образ жизни который им не подходит они не хотят так жить они не хотят давать Израиль существовать потому что существование Израиль это угроза для них как что Израиль их угрожает в Газа Израиль уже не имел власть власть Газа имел только Хамас Израиль ушел полностью от Газа дали им возможность чтобы они построили там свое общество так как они хотят но они им это не подходит им надо чтобы дальше чтобы не было рядом кто-то который живет по-другому где жизнь может быть лучше потому что там есть демократия там есть рыночная экономия и это где-то как-то похоже на то что мы видим Россия что Россия не нравится то что Украина люди живут там чтобы чтобы там была демократия чтобы там был образ жизни другой который ориентация может больше на западных ценностей не на те ценности которые в России и поэтому мне кажется что мы сейчас видим очень откровенно как собираются Россия Иран Северная Корея Сирия и они собираются в группу против чего против мир западный мир Америка Европа и в том числе Украина Израиль и других стран которые живут по-другому чем они живут Рэбе а вы как светский человек как гражданин как человек как объясняете себе почему это произошло это вина действительно вина спецслужб которые вовремя не засекли это происходящую подготовку к атаке и это как гражданин а вторая часть вопроса как духовный верующий человек как вы объясняете то что сейчас происходит на святой земле тяжело себе разделять сейчас и сказать что по-светскому и что параллевизно понимают потому что кричит кричит только духовный ответ духовный ответ это то что мы должны признавать что это Бог управляет мир и не Биби не Таняо но я хочу вам сказать интересный факт что вы знаете что на еврейском Новый год собираются в Уман очень много хасидов паломники которые едут на могилу Рабина Ахман и тогда перед Рушишана заявил Нейтаняо премьер мистер Израиль и он так и сказал не едьте туда потому что мы не можем вас там защищать тут в Израиле можем вас защищать и тогда ему ответили что Бог будет нас защищать и он сказал что Бог не всегда защищал понимаете и был большой скандал в Израиле за эти слова и он конечно звонился но те слова которые он сказал и которые было слышно по всему миру что мы можем защищать а Бог типа Кавехал не может защищать вас по духовному мы видим здесь что это страшно то что произошло страшно что могли бы так как зайти в Израиль никто не поверил такое может быть и до сих пор никто не может это объяснить я не слышал объяснение которое мне удовлетворяет которое я скажу вау ошиблись спецслужбы даже они ошиблись в течение 30 минут должно было быть там армия и все там были очень много не ошибайтесь там очень много солдатов и там были и охрана и там были многие которые приехали и воевали очень сильно но я думаю что Израиль как страна демократическая все знают все ждут чтобы закончилась вот эта этап война и обязательно будет там комиссия которая будет расследовать и которая скажет ну типа кто виноват и кто не виноват и как и почему это все произошло это может быть и очень многое я не думаю что это одного фактора который произошел который может сказать что вот это один человек или одного фактора привело к тому то что произошел и это и спецслужба и армия и правительство и так далее и так далее потому что сейчас видно даже что я видел документ документ я видел который был написан 6 лет назад и описывается все что произошел сейчас потому что они это планировали очень долго израильские спецслужбы знали что они планировали такое но так как это было так долго они уже думали что вот это все уже ушло у них было очень очень много терпения у Хамас чтобы подготовиться к тому и ждать в тот момент когда они это все сделали и поддержки это не просто терпение это еще и была многолетняя поддержка тех кто давал им деньги и средства и поддержки и самое интересное что у них и была поддержка мы знаем что и от россии и от ирана и мы знаем и там оружие было и от северной кореи и так далее то есть мы видим это самое и кроме того что мы видим оружие которое точно вышло из россии а это как-то поменяет теперь отношения израиля и россии потому что все эти годы такое ощущение что ну что бы ни происходило все равно дружба все равно нетаньяху и путин общаются нельзя сказать что израиль боялся быть с украиной или с россией израиль в целом народ израиль был и есть и поддержал и поддерживает украина основном это видно было везде как люди вышли и на улице и как люди выставили украинские флаги везде то есть израиль как народ люди точно поддержали украину намного больше чем кто может быть думал про россию но у нетаньяу и правительство были два опасения в первую очередь то что живут больше миллиона евреев в россии и поэтому они может быть может быть это было часть их не как-то опасения что если они выйдут откровенная поддержка украины это может быть опасно для евреев которые остались в россии давайте напомним себе что россия не демократия не то что свобода там что люди могут делать все что хотят это раз во вторых они все-таки имелись россия общая типа договоренность по поводу сирия вот эти два вещи которые я их не оправдываю я считаю что это был ошибочный подход что если надо было как-то найти вход между как сказать россия и украина можно было это сделать и подражать украину больше и заявить и в действии и так далее и тому подобное сейчас мне кажется что у Натаньяу нету другого выхода он должен понять и понимать сейчас настолько россия и просто поддержала вот этот террористов поддерживает и помог им таким способом который он точно знает что и как они сделали это не вопрос мне кажется что в определенной мере Натаньяу ошиблись то есть у него была ошибка с самого начала отношения с Украиной тем более что он и Зеленский они имели непростое отношение то есть более так сказать дружески во время ковид-корона вирус Зеленский президент будущего президента Украины закрыл границы для паломники которые хотели приехать только потому что Израиль его и попросил это сделать это не было в интересах Украины Украина как никакая страна в мире имела рамки очень хорошие законодательные рамки чтобы пропускать людей но так как Натаньяу его попросил он закрыл границу Украину понимаете я думаю что большое дело и другие были есть очень-очень много между прочим очень-очень хорошие сильные твердые связи между Израилем и Украиной осталось есть очень хорошие связи и отношения но намного можно было бы намного больше сделать мне кажется что сейчас Натаньяу это поймет вопрос как и что он будет для этого сделать но уже Израиль откровенно заявили делали несколько заявлений уже и по поводу того что была встреча руководства представителей Хамас с Путиным который вообще это не вкладывается даже в голову как вы сказали и по поводу того что мы бачили Мхачкала который произошел менее 72 часа после того что заявили о том как хорошо страна Россия живет и как все живут верно никакого антисемитизма нету там была целая показуха встреча с Путиным с представителями разных религиозных организаций и Израиль опять заявил так что мне кажется что Израиль сейчас и народы Израиль и правительство Израиль понимает очень хорошо что такое Россия я очень говорю о том что вот мой коллег главный район Москва Голдшмидт который уехал с Москвой уже говорит об этом откровенно что евреям Россия надо оттуда уехать что там не очень хорошо вот я так говорил еще до начала войны я так говорил что евреям Украина будет нормально заканчивается война у нас демократическая страна будет возможность восстановления и развития и так далее надо переживать за евреев в России потому что там нету сейчас демократии и там очень опасно на мое мнение очень опасно как мы видим сейчас я помню вы не очень любили комментировать российскую ситуацию и их федерацию еврейских общин но я именно простое ваше восприятие картинок из Махачкалы хотел спросить дело в том что я много знаю горских евреев это место их проживания компактного Кавказ и мне казалось что они интегрированы с местными народами то есть я скорее ожидал увидеть что-то ну так честно вам признаюсь в других регионах России почему это там произошло я думаю что это все было подстав подстав то что произошел это все было подставлено давай так говорим Путин говорит что вот это с Украины вышло да 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 он говорит что это Америка делает значит он признает что у него нету контроля над своей собственной страной а мы знаем что это неправда что если планировалось такой же вот такой же демонстрация в Москва в Петербург в любой другой город по тема Путин президент что в течение пяти минут этого уже не было это было на социальной сети это не было там секретные давайте идем сделаем так далее это было прямо на социальной сети которая контролируется в России везде и все значит милиция об этом знала ФСБ об этом знала точно да КГБ они все знали об этом и вопрос почему они были заинтересованы чтобы это прошло потому что если они не хотели бы она и не была бы то есть они хотели что-то тут показать мне кажется что тут он хотел себе показать какой он строгий какой он контролирует так произошел такой погром сразу на следующий день собрал всех солеваки и так и так далее и тому подобное и он это значит он знал четко и точно что там ничего сверх того что он хочет не произойдет Росквардия приехала и они там сделали все почему именно там мне кажется потому что там мусульман надо показать что вот слушай выйти как мы контролируем своих мусульман вот смотри они делали вот так мы реагируем вот так что это показуха которой часть жизни в России вот это делается все что делается там это все то режиссер сидит и делает и показывает что это так и так и сейчас он выходит большой великий царь Путин и он будет peacemaker делать мир по всему миру потому что он может он знает у него вот он контролирует а если говорить об акциях которые по всему миру в том числе и в Штатах вы видите в акциях поддержку Палестины и часто напрямую Хамас в этом есть антисемитизм в этих акциях как вы воспринимаете их это страшно это страшно антисемитизм и мы видим настолько организованная эта скажем оппозиция у них есть люди которые это организуют везде это точно и если честно это страшно потому что в основном то что мы видим это в университетах это значит студенты это означает будущего Америка будущего Америка поддерживает Хамас молодежь образованные университеты студенты там речь идет о врачей адвокаты понимаете это не то это не то что реф-реф как у нас скажет по-разному в Америке это не реф-реф это образованные люди которые выходят и они поддерживают Хамас это очень страшно и Америка должна сейчас признавать и увидят то что делается это нельзя так оставить чтобы это так и продолжалось и там нельзя его назвать ничем иначе чем антисемитизм не антиизраиль не антицианизм это первым текстом анти евреев антисемитизм когда они говорят смерть женам типа на английском это это не антиизраиль когда я я видел вчера как один товарищ говорит что Гитлер должен был делать и мамы и дети ваши всех надо было уничтожать что это раздавал но хочу вам сказать что это демократия это демократия Америка демократия дает людей выразить и такие ненавости и такие вещи потому что если есть демократия должно быть хорошее воспитание тоже и хорошее воспитание хорошее воспитание хорошее воспитание должно быть таким образом чтобы дети молодежь знали и поняли как надо реагировать когда мы видим вот такие вещи такие вещи происходят я люблю заканчивать наши беседы духовным вопросом к вам как к учителю религиозному иудейскому опишите что такое месть для иудея для еврея есть ли границы мести месть в еврейской традиции существует но в основном это от бога мы просим бог чтобы он отомстил да но когда во время таких войн и и втором нам рассказывает что еврейский народ тоже отомстил когда вот такие вещи делаются и мы не имеем права забывать и оставить вот такие вещи в первую очередь мы не можем оставлять и показать слабость сейчас потому что это не дай бог дает им такое же чувство что они могут не дай бог дальше такое сделать это очень важный момент а то есть это для безопасности для дальше чтобы не было вот такое существование чтобы мы не существовали рядом с Израилом такой же группа или скажем крепость терроризма и террористов которые могут ставить в опасности будущего Израиля и людей которые живут в Израиле понимаете что это это надо на этом реагировать обязательно назвать это место да это место но и назвать это самозащита это тоже правда понимаете и в молитву мы просим есть молитва которую мы читаем каждый шаббат в синагогах и просим Бог чтобы отомстить те крови твоей слуги которой было разлитие почему потому что Бог управляет мир в конце концов и в конце концов мы видим что эти люди которые они делают вот эти жахливые и просто страшные вещи да они получат свое показание обязательно но мы как народ как евреев и даже как верующие ну армия это светские это не религиозная армия но все равно мы понимаем что должен быть обязательно люди которые что-то сделали они должны отвечать за свои действия в военное поле они отвечают так по военному юридическое поле они отвечают по юридической надо обязательно обязательно надо чтобы Израиль собрал армию и сделали то что надо очистить те террористы и те которые имеют претензии на то что Израиль там бомбят и там что к сожалению страдают и гражданские и женщины и детей эти вопросы должны быть к Египет пусть они откроют свои границы и дают им оттуда убежать пусть они дают бежище как Европа сделала да Украина это вопрос который надо задавать Хамас который не дают людей идти в безопасное место которое создан и Израиль международное общество где есть и гуманитарная помощь в юг не могут идти чтобы их спасать а Израиль наверное самая моральная армия которая есть в мире не нравится может быть противники Израиля это факт что надо Израиль даже ставить в опасность своих солдат для того чтобы не ставить в опасность гражданских людей которые против кого они воюют и конечно это вопрос который надо заканчивать это раз навсегда чтобы люди могли жить в безопасности надо чтобы люди могли жить так и когда посмотреть то что эти Хамасники то что они построили там в Хамас в Газа то что они построили столько и туннелей и все если это деньги дали бы люди построили бы бомбоубежище построили бы жизнь дали им покуши дали им все то что это миллиарды это не миллионы это миллиарды долларов которые они крадут именно аргументарная помощь которую получают от других так что все претензии все вопросы в Хамасе в комментариях мнения о нашей беседе поделитесь этим интервью и подпишитесь на наш YouTube канал на этом я прощаюсь с вами берегите друг друга и берегите Украину в комментариях пока что там